Слава Господу! Сегодня, когда я зашла, села, я спрашиваю сестры, это пастор? А она говорит, да, это пастор, очень Божий человек. Вы знаете, как приятно, когда говорят, очень Божий человек. Я хочу иметь такое свидетельство обо мне, скажет, где сестра Оксана, о, это очень Божий человек. Так что мы должны благодарить Господа, что имеем служителей, которые являются истинно Божьими людьми. Меня зовут Оксана, я родилась в городе Херсоне. Я родилась в неверующей семье. Мои родители жили сначала очень богато, потом они начали сильно пить. И мы потеряли все богатство. Было три огромных дома. Все эти дома были проданы за копейки, просто за алкоголь. Моих родителей спаивали, и дома уходили. Что произошло дальше? Пришли государственные власти, они забрали меня в интернат. В интернате я очень долго ждала родителей. Я ждала не год и ждала не два. Я верила, что должно произойти какое-то чудо, и мои родители должны прийти за мной. Но такого не происходило. Во втором классе мне пришла бумажка. Это было свидетельство о смерти моего папы. Вы знаете, когда я получила свидетельство о смерти, во мне что-то оборвалось. Если я еще имела какую-то надежду, что вот мои родители вернутся за мной, то в тот момент эта надежда оборвалась. И я начала сильно заикаться. Я не могла даже слова произнести. Моя учеба очень пошла вниз. И я очень сильно переживала и плакала. Вы знаете, в интернате все дети плачут. Но плачут как? Берешь в зубы подушку и плачешь так, чтобы никто не слышал. Потому что у всех свои проблемы, у всех свои переживания и у всех своя боль. И на самом деле у меня просто родители пили. А другие дети рассказывали, что над ними издевались. Их очень сильно били. Они их тушили окурки. Их пытались убить. То есть я еще должна была благодарить Бога, что у меня еще все хорошо. И вот так тихонечко плачешь, держа зубы в подушке, чтобы никто не слышал. Я провела в интернате 9 лет. Я благодарна Богу, что даже в интернате Бог послал мне таких людей, которые давали мне книжки читать, которые ободряли, поддерживали меня. Я была в 9 классе. И у нас был детский лагерь. И была одна сестра, и она мне постоянно говорила о Боге. И она говорит, Оксана, Бог любит тебя. У Бога для тебя большой план. И я и шла, ложилась в кровать и говорила, если Бог любит меня, то почему мои родители умерли? Если Бог любит меня, почему я должна была перенести всю эту боль, все это страдание, одиночество? Если Бог любит меня, почему именно в моей жизни произошло так все плохо? И вы знаете, но на следующий день она опять и опять повторяла. Она молилась за меня. И я говорила, почему ты такая радостная? У тебя что, нет проблем? Она говорит, Оксана, у меня проблемы во многих сферах с родителями, с финансами, но есть тот, кто всегда со мной рядом. Это Иисус Христос. И вы знаете, после того момента, после этого лагеря, когда мы вернулись, я очень хотела, чтобы этот Иисус Христос, который был ее другом, стал моим другом. Я начала ходить в церковь, есть миссия Агапы, возможно, вы знаете, я покаялась через миссию Агапы. И когда я начала приходить в церковь, то я всегда садилась сзади. Почему? Потому что я знала, что в конце будут призывать к покаянию. И меня Бог всегда звал на покаяние, но я всегда убегала. Как только знаю, что будут звать к покаянию, я всегда выбегала из церкви. И вы знаете, прошло больше полугода, как я ходила в церковь. Моя подружка говорит, Оксана, давай сядем на вторую лавочку. Я говорю, ну давай. Вы знаете, приехало три гостя, три проповедника. Все три, они, казалось, говорили для меня. Один говорит, Бог любит тебя, Он хочет забрать твой грех. Второй проповедник проповедовал, что Бог хочет заменить отца и мать тебе. И третий проповедник сказал, что если ты примешь Иисуса, то Он больше тебя никогда не оставит. У тебя будет надежный друг, надежный отец. И это будет прекрасное отношение. И вы знаете, когда обычно проповедник зовет на покаяние, один, два, три раза. В этот раз проповедник повторил 15 раз. И если ты хочешь покаяться, и если Бог тебя призывает. И вы знаете, я хотела выйти, но мои ноги буквально приросли к полу. Я не могла встать. И девочка, она увидела, что я пытаюсь встать. Моя подруга, она говорит, хочешь, я выйду с тобой за руку. И я сказала, да. Она взяла меня за руку. Со второй лавочки мне было буквально два шага наперед. Но мне казалось, что я делала эти два шага. Вся жизнь промелькала у меня перед глазами. То есть я увидела, я думала, как я могу за один день стать христианкой. Как я могу стать чистой, покаяться. И я очень сильно переживала. Но вы знаете, когда я переступила эти два шага, я почувствовала, что сам Иисус Христос, Он стоял со мной рядом. И с того момента я больше не сирота. Да, Иисус мой отец, Иисус моя мать, Иисус все для меня. И это было одно из самых прекрасных переживаний в моей жизни. Благодарю. Прошло время, и я хотела очень сильно служить в церкви. Я говорила, Господь, что я могу сделать для Тебя? Я начала уже помогать волонтерам в миссии Агапы. Мы вместе ездили в интернаты, в училища. И я уже там свидетельствовала о Христе. В молодежном начала помогать нашему молодежному лидеру. И я говорила, Господь, что еще? Как еще я могу послужить Тебе? Господь говорит, миссионерство. И вы знаете, я начала искать миссионерскую школу. Я поехала в Тернополь, в Тернопольский миссионерский институт. И я там училась. И во время учебы я очень хотела поехать в Африку. И я молилась. Господь, Африка очень большая, много стран. Я хочу от Тебя откровения. Покажи мне страну. Я хочу знать, какая страна в Африке. Прошла вся учеба. Уже все получили откровения, все такие духовные, кроме меня. Я не получила откровения, куда мне ехать. И я говорю, ну Господь, ну что, куда? И вы знаете, оставалась неделя до окончания миссионерской школы. И вдруг я закрываю глаза, я вижу видение. Бог показывает мне Индию. Я открыла глаза и говорю, Господь, но мне не нравится Индия. Я у Тебя спрашивала за Африку. И вот эти индийские фильмы, все меня просто раздражало. И я говорила, Господь, я не понимаю, может, Ты мне неправильное что-то показал. Вы знаете, за два месяца Бог дал мне огромную любовь к Индии. Люди, которые не знали, что я видела это видение, начали мне присылать свидетельства об Индии. Они присылали мне свидетельства, что там темнота. Они присылали мне свидетельства, что люди поклоняются корове, змеям. Они присылали мне свидетельства, что люди погибают в темноте без Иисуса. И я говорила, Господь, если я могу поехать туда и хотя бы одному человеку рассказать об Иисусе Христе, оно все будет стоить того. Мой билет, моя поездка, оно будет стоить того, хотя бы ради одной души. И вы знаете, у нас в церкви иногда не поддерживают, а иногда поддерживают. То вот мне Бог дал откровение об Индии, и я рассказала об этом в церкви. И мне не давали визу 7 месяцев. И все люди говорят, тебе Бог сказал? А ты уверена, что тебе говорит Господь? Тебе даже визу не дают. И 7 месяцев я сидела в церкви, приходила каждое воскресенье, и каждое воскресенье люди на меня смотрели, а я молилась. И вы знаете, через 7 месяцев я получила визу, вместо того, чтобы на 3 месяца мне дали визу аж на год. И я благодарила Господа. Когда я прилетела в Индию, то я увидела большую боль этой страны. Я увидела, правда, люди поклоняются слонам, камню, дереву, чему-либо, но только не Иисусу Христу. Я вам сокращу год из моей жизни в миссии. Через какое-то время я познакомилась со своим мужем. Мой муж, он из Индии. У меня муж индиец. Мы поженились через год. Вот, и сейчас я живу в Индии уже 9 лет. И у меня есть трое деток, и четвертый в пути. И я хотела бы немножко рассказать о моей семье в Индии. Вы знаете, как вы знаете, я потеряла родителей, и я всегда хотела, говорила Господь, я всегда хочу, чтобы у меня были в жизни люди, которые могут быть мне как родители. И вы знаете, мне Бог дал удивительного свекра и удивительную свекровь. Мы жили все в одном доме 6 лет. Я жила вместе с ними в доме. 16 человек в одном доме. И вы знаете, когда я спускалась вниз, каждое утро в 5 утра, мой свекр и свекровь, они уже молились. Они уже читали Слово Божие. И вы знаете, мой свекр знал, мой свекр знает все Писание наизусть. Он цитирует в собрании наизусть. Он старший епископ. Но он постоянно читал Слово Божие. Это люди, которые молятся 3, 4, 5 часов в день. И которые очень-очень сильно любят Господа. И очень большим примером они для меня являются. И что удивительно, что моя свекровь, она всегда, как она ко мне относилась, просто большую любовь проявляла. Почему я вышла замуж за своего мужа? Вы знаете, мой муж очень сильно любит Господа. А когда мы с ним познакомились, он говорит, что Оксана, я сейчас приехал с миссии в Корею, и я завтра еду на миссию в Непал. И он говорит, чтобы мне добраться на миссии в Непал, мне нужно будет ползти под перестрелкой целый день, чтобы добраться до определенного места. Но я готова это делать, чтобы проповедовать Евангелие. И он рассказывал, что его преследуют, он рассказывал, что ему держали пистолет в Непале, там же, возле его головы, и угрожали его жизни. Но Господь его сохранил, и все равно он возвращается в Непал. И я подумала, я хочу быть рядом с таким человеком, который любит Господа больше всего на свете. Именно поэтому я выбрала своего мужа, как своего мужа. И хотела бы вам рассказать немножко о своем свекре. Мой свекр, он был атеистом. Он очень сильно плохо относился ко всем людям. Он всех избивал у себя на работе, везде. Он был плохим человеком. Все плохие привычки, назовите любую, он это делал. И вы знаете, две девочки были по соседству, и они говорили, ну, приди к нам в церковь, приди, приди, приди. Он говорит, уже надоели, уже год, наверное, прошел, все зовут и зовут. И он решил прийти. Он пришел в церковь, и когда он сидел на собрании, он услышал песню, которую он когда-то слышал. Но он попытался произнести слова этой песни, но он не мог, потому что он почувствовался сильным грешником. Он упал на колени и сильно плакал. Закончилось собрание, все разошлись, а он сильно плакал. Бог его сильно коснулся. С того момента он поменялся. Он пришел на работу, попросил прощения всех, кого избивал, попросил прощения всех, кому был зол. Говорит, я изменился. Они говорят, да, наверное, что-то не то. Завтра опять будет то же самое. Но он покаялся, он начал на своей работе молитву. И Господь очень сильно начал действовать через него. Он продолжал ходить в эту церковь. Он каждое воскресенье приводил людей в церковь. Каждое воскресенье. Это была единственная песническая церковь во всем городе. В городе где-то было около 5 миллионов населения. И его пастор был очень строгим. И мой свекор, его зовут пастор Артур, он очень сильно любил служить Господу. Он ходил и шел на базар, и шел на трейн-стейшн, и шел куда-либо, собирал людей, пел песню. И когда люди собирались, он благовествовал Евангелие и приводил людей в церковь. И перед тем, как пастор его умер за неделю, он позвал его и рукоположил. И он сказал, Артур, на тебе большое помазание Божье. Но я не хотел, чтобы ты загордился. Но сегодня я тебя рукополагаю в служителя. И когда этот пастор умер, то больше, это была единственная песническая церковь. И Бог дал откровение пастору Артуру начать новую церковь. И вы знаете, не было церквей во всем городе. И эта церковь, как бы все люди, когда пастор умер, все люди разошлись в той церкви. И он начал церковь. Он, его жена, его сестра и сестры муж. Четыре человека. И вы знаете, у него было просто как Бог его вел, как он начал молиться. Он сказал, Господь, я вижу, ты в Библии делаешь чудеса. Почему нет чудес? Почему я не вижу, что вот в деяниях ты вот это сотворил? Когда они только начали вот эту молитву, четыре человека, эту церковь, то была женщина, которая постоянно лила воду. В месте, где они собирались, это была школа. Жена работала в школе его. И эта женщина всегда приходила, она уборкой занималась. Она лила воду, чтобы эти христиане, она ненавидела христиан, чтобы они сидели в воде во время собрания. И прошло какое-то время, она приходит, говорит, пастор, помолитесь за меня, потому что я умираю от рака. У меня рак четвертой степени, у меня девять детей, и некоторые еще не женаты. Помолитесь, чтобы Бог дал мне. Пастор Артур говорит, я не знаю, я не в силах, но есть Господь. Если Бог усмотрит, помолился за нее, сказал, откажись от идолов, покайся, и Бог поведет тебя. Она покаялась, ей дали жизни где-то месяц-два. Прошел месяц, прошло два месяца, она не умерла. Три, четыре, пять месяцев она вернулась в больницу. И доктора спросили, в каком госпитале ты была, где ты была? Ты полностью свободна от рака. Бог полностью ее исцелил. Слава нашему Господу. И это было первое чудо, которое Бог сотворил. Это было первое чудо в этой церкви. И после этого все ее девять детей, все пришли в церковь. И так четыре человека, вместе с этой женщиной стало пять, и потом еще девять детей. Некоторые были женаты, то церковь наполнилась. И на сегодняшний день в нашей церкви собирается 800 людей за поток, и у нас шесть потоков. С шести утра, каждое воскресенье, до десяти вечера. Господь очень сильно действует. Каждое-каждое воскресенье мы видим, как Господь двигается. Последние полтора месяца, уже два месяца, наверное, у нас все закрыто, локдаун, мы не собираемся из-за вируса. Вы знаете, также хотела бы поделиться за свою свекровь. Моя свекровь из семьи священников, высшая каста. Священники считаются самой высшей кастой в Индии. И ее семье принадлежало 150 идольских храмов. Там храм змеи, там корови, там слону. И мою свекровь зовут Анжелин, так что я буду говорить ее по имени. Мама Анжелин, она заболевает. Ей 14 лет, мама заболевает. Она идет к каждому идолу, в каждый храм. Там бог макака просит принести кокос. Она приносила кокос. Там просят то, там просят цветы. Она принесла в каждый храм, что требовали эти боги. Но ее мама умирает. И она говорит, нет бога на свете. Ее отец женится. Ей 14 лет. Ее степмадер, ее новой маме 16,5 лет. То есть у них разница всего лишь два года. И она всячески пыталась выживить ее из дома. И она отправила ее в boarding school. Это типа школа-интернат. Чтобы она была подальше. И от первой мамы было 6 детей. Она старше из 6 детей, Анжелин. А и вторая мама одного за одним детей рожает. И еще 6 детей. То есть всего 12 детей. И эта степмадер, это мачеха, она заставляла детей старших прислуживать своим детям. То есть они были как слуги. И когда она отправила ее в boarding school, то у них в этом интернате, в школе-интернате у них были экзамены. И они как бы говорят, девочки, 8 девочек было ее друзья. И они говорят, давайте молиться все. Она говорит, я не верю, нет Бога на свете. Я молилась, и ни один Бог, ни один идол не исцелил мою маму. Нет Бога на свете. А они говорят, ну ты все равно, просто постой с нами, посиди с нами. Мы будем молиться своим идолам, а ты присоединись к нам. И когда они молились, Анжелин закрыла глаза, и она сказала, Бог, если ты есть, я хочу увидеть тебя и услышать тебя. И я хочу, чтобы ты видел меня и слышал меня. Внезапно перед ней явился человек в белой сияющей одежде. Он сказал, се, стою у двери и стучу. И кто войдет, отворю и буду вечерить с ним. И вы знаете, этот человек исчез. И Анжелин начала кричать, девочки, вы видели, видели. Тут был человек в белой сияющей одежде. Он говорил, о двери стучит, войдет. Я не поняла ничего. Но он был здесь. Они говорят, ты, наверное, переучилась. У нас женская школа, и мужчинам даже не разрешено входить на территорию, не то что в нашу комнату. И она рассказала своей подружке, которая была католичкой. А она сказала, это, наверное, Иисус пытался говорить с тобой. Она говорит, а где я могу узнать об Иисусе? А она говорит, с Библии и с Библии. А где я могу достать Библию? Она говорит, что ты можешь, я не знаю, у нас нету, мы не пользуемся, потому что они католики. И ей удалось через полгода достать Новый Завет. Она начала читать от Марка, от Патвея, от Луки. И дошла до откровения. И она дошла до слов. Все стою у двери и стучу. И когда она увидела эти слова, она сказала, это истинный Бог, который явился мне. Именно эти слова я слышала от Бога. И с того момента она стала христианкой. Она возвращается домой. И было лето, каникулы. Она возвращается домой. И она говорит, папа, я стала христианкой. Отец говорит, ты понимаешь, мы высшая каста. У нас есть 150 храмов, у нас есть 150 богов. Выбери любого, но только не иностранного Бога. Это будет позор на всю семью. Сколько хочешь денег, я тебе дам. Только выбери любого идола, кроме Иисуса. Она говорит, папа, то все мертвые. Иисус Христос, Он единственный живой Бог. И вы знаете, Он начал ее сильно избивать. Он ее избивал. Он ее бил тапочком по лицу при всех. Он ее как можно унижал. Он запретил всем другим детям общаться с ней. Он ее запирал без воды, без еды на день, на два, на три. И дошло время, Он ее закрывал на неделю. Без воды, без еды. И через неделю Он вытащил ее из этой комнаты. И сказал, ну что, ты готова отказаться от своего Иисуса? Она говорит, папа, если ты даже разрежешь меня на куски, ты не отделишь Иисуса от меня. Папа был очень зол. Он подумал, что он женит ее на хинду-человеке, на идолопоклонники. И чтобы этот хинду бил ее сильно. И чтобы, он говорит, я хочу, чтобы он выбил Иисуса из тебя. Она сказала, папа, я выйду замуж за храмового, за слепого, за прокаженного. Но он должен быть свыше рожденный христианин. И вы знаете, моя свекрова Анжелин, она опять вернулась в свою boarding school, в этот интернат. И она слышит по радио, что где-то есть церковь. Нужно ехать два часа на поезде. Она садится с этими восьми девочками на поезд. Они едут, они слышат Евангелие. Они каются. Они узнают, что нужно принять водное крещение. Они принимают водное крещение. И пастор ей говорит, Анжелин, вот ты из богатой семьи, ты из самой высшей касты, но ты решила принять Иисуса. Поделись своим свидетельством. И когда она делилась свидетельством, то мой свекор, пастор Артур, он был на том месте. И он говорит, я хочу помочь этой девочке. Я хочу жениться на ней и забрать ее из ее дома. Он идет к папе Анжелине и просит, отдай мне свою дочку. Он говорит, нет, вы как собаки, вы христиане, самая низкая каста, вы никто. Я никогда не отдам. Пастор Артур возвращается домой, молится месяц, постится и опять приходит. И на этот раз отца Анжелин просто достала, что она не подчиняется ему, она не поклоняется его идолам. И он был очень зол. Он сказал, что ты уходишь из моего дома, я тебя отпускаю, уходи, выходи замуж. Но у тебя больше нет семьи, у тебя больше нет отца. И забудь просто, ты никто для нас, и я никто для тебя. Анжелин сказала, папа, я не пойду твоими путями, но я буду молиться. И придет день, ты пойдешь моими путями. Прошло пять лет, и прошло десять лет, и каждый день Анжелин молилась. И прошло пятнадцать лет, и прошло восемнадцать лет. Через восемнадцать лет ее отец искал ее, и он сказал, я хочу Иисуса Христа, чтобы он стал моим Богом и Спасителем. И он покаялся, и уже пастор Артур, муж Анжелин, он преподал ему водное крещение. Сейчас он уже отошел к Господу, но он пошел к Господу. Он умер, как свыше рожденный христианин. Слава нашему Господу. И в самом начале служения, когда это все происходило, очень много гонений они перенесли, очень много. Это было очень сложно. У них родились пятеро детей. Бог говорит пастору Артуру, оставь свою работу. Он работал на фабрике, которая делает оборудование для космоса. Barat Electronics называется. Это хорошая государственная работа. Бог говорит, оставь. Он спорит с Богом, говорит, Бог, у меня пять детей, как я буду растить своих пятерых детей. Бог говорит, Бог дал ему такое откровение. Три обещания, говорит, я буду с тобой, как был с Моисеем. Я буду приводить людей к тебе, тебе не нужно будет никуда идти. И Бог говорит, я позабочусь о твоих детях, они никогда не будут пасить хлеба. И с этими тремя обещаниями он пошел на полное служение. Было очень тяжело. Все с дома практически продавалось. Были дни, когда даже нечего было кушать. Но вы знаете, Бог являл такие чудеса, что приходил человек и приносил просто мешок, и ставил возле двери, и уходил. И там была одежда и деньги на пропитание. То есть Бог давал такие вот удивительные чудеса. Когда началось служение, сначала было очень тяжело. Они построили церковь. Это было четыре палки, и бамбуковые палки, и просто пальмовые листья. Люди приходили радикально и хинду. Они уничтожали эту церковь. На следующее воскресенье вся церковь опять собиралась на молитву. На пустом месте, на этих руинах. Опять они молились, опять строили церковь. И вы знаете, просто Бог очень сильно действовал. Я хотела бы рассказать одно свидетельство. Однажды мой свекор, он возвращался со служения. Бог очень сильно действовал. Очень большие чудеса были. И он говорит... Рано утром мама собрала всех пятерых сыновей. И говорит, если у вас будет выбор, выбрать Христа или жизнь, выберите Христа. Они говорят, мама, что ты такое говоришь? Зачем ты такое говоришь? Она говорит, мне Дух Святой открыл, что я должна вам такое сказать. В этот же день пастор Артур со своим младшим сыном едут в машине. И когда они возвращаются с этой евангелизации, водитель сидел впереди, и пастор Артур сидит со своим сыном сзади. Впереди собралось человек 15-20, может быть, больше. Они были с палками. И они остановили их. Водитель вышел с ними поговорить, говорит, что случилось. Они его забивают палками, он лежит в луже крови. И они обливают машину бензином и подпаливают. Они против христиан. И они не рады были, что он проводил эту евангелизацию. И когда они горят в машине, это был 2008 год, уже были телефоны такие, пиликалки, он звонит моему мужу и говорит, мы в таком-то месте, мы горим в машине. И в этот момент мой муж сел 20 минут, где-то 20-25 минут ехать до этого места. 25 минут машина горит. Пастор Артур молится, говорит, Господь, если это время ты меня забираешь, помоги мне быть достойным, чтобы я достойно... Прости мои грехи. Помоги, чтобы я увидел сегодня тебя. Если, говорит, ты хочешь, чтобы я еще послужил тебе, пожалуйста, спаси меня. И вы знаете, проходит эти 20 минут, машина горит. Мой муж приехал со своим братом на мотоцикле. И они не могут сказать, что ой, это наш папа, отойдите. Потому что те стоят с палками, они их тоже убьют. Они взяли маленькую камеру с собой. И они начали говорить, мы новости, новости, что здесь происходит? И те люди испугались. Они начали бежать, потому что они будут в новостях, что они убивают человека. Когда они разбежались, мой муж открыл машину. Как только пастор Артур, его сын, как только они вылезли и отошли на 10 метров, машина взорвалась. Но Бог не дал машине взорваться, пока они были внутри. Он свидетельствует, что даже дыма не было в машине. Представляете, какой удивительный наш Бог. Значит, он сказал, пришел в воскресенье в церковь и сказал, Бог меня спас из горячей машины. Значит, еще я должен послужить вам. Значит, еще я должен привести больше людей ко Христу. И сколько раз арестовывали его, его жену, сколько раз приходили, просто так били, сколько раз было разные-разные удивительные чудеса. Одно такое чудо. У нас есть один брат в церкви. Он сейчас диакон церкви, старейшина, elders по-английски. Его зовут Сидая. Этот Сидая, он каждое воскресенье просыпается в 2 утра и едет в церковь 4 часа на поезде. И потом еще полтора часа в автобусе, чтобы доехать до нашей церкви. За 28 лет он не пропустил ни одного собрания. И я вам расскажу, как он покаялся. Он, есть такой город Майсур, это по соседству с нашим городом. И пастор Артур, он приехал проповедовать Евангелие в этот город. А этот Сидая, он главный мафиози этого города. Он водит машину и крышует политиков. То есть он занимался, он возил на машине и крышевал политиков. Он как бы, если что-то случается, он их защищает, он за них будет, у него своя мафия, своя банда. И он слышит, что какой-то пастор Артур приехал проповедовать Евангелие в его город. Он говорит, я пойду и убью его. Он берет пистолет, подходит и наставляет на пастора и говорит, кто ты такой, что ты делаешь в моем городе? Пастор Артур говорит, кровь Христа на тебя. И в этот момент этот Сидая вдруг слепнет и падает на пол. Пистолет выпадает из его рук. Люди пришли и забрали от него пистолет. И он говорит, помогите мне, помогите мне, кричит. А он говорит, сядь, сиди и слушай. Возможно, Господь помилует тебя, и ты снова станешь видеть. И он проповедовал Евангелие о крови Христа, о том, что Господь обновляет, о том, что Господь может делать чудеса. И когда пришло время, он спросил, кто хочет покаяться. И этот Сидая кричал, я, я, я хочу покаяться. И он полз в ту сторону, где был пастор Артур. И он, за него помолились, он покаялся в тот день. И он прозрел. После молитвы он сразу же прозрел. И вся его банда, кто были там, они все покаялись. И позже те, кто не были там, он тоже говорил им о покаянии. Сейчас, вот после 28 лет, он служитель в нашей церкви. И за 28 лет ни одного опоздания. И если вы думаете, что его жизнь легкая, я бы хотела сказать, что он потерял жену, наверное, больше 8 лет назад, он женил своих детей сам. Особенно дочек, это очень тяжело женить в Индии. Нужно большое преданное и все. И он очень-очень верный, он очень-очень Божий человек. И он просто, как он заботился о своих детях, всех поженил, обо всех позаботился. То есть очень-очень, даже проходя испытания, он очень любит Господа. И постоянно-постоянно в церкви, постоянно никогда не опоздал на служение. Представляете? Ехать в два утра просыпаться и ни разу не опоздать на служение за 28 лет. Очень большая верность. Я хотела бы также рассказать немножко о ситуации в Индии. Если вы знаете, сейчас в Индии уже второй месяц локдаун сильный. И коронавирус в Индии совсем другой, чем коронавирус в Америке. Другой штамм. Есть в некоторых странах другие штаммы коронавируса. То есть коронавирус там очень-очень другой силы. И люди сильно-сильно умирают. И я бы вам много не рассказывала, пока наша семья не... сами не пострадали от этого вируса. Хочу рассказать перед этим одно свидетельство. Один человек, где-то два месяца назад, он сильно заболевает. Его зовут Иосиф, брат Иосиф. Он уже 15 лет в церкви. 15 лет назад он покаялся, он обворовывал квартиры. И он был бандитом. Он покаялся, Бог его привел к Богу. И вот два месяца назад у него отказывают все органы. Почки, печень. И доктор говорит, к завтрашнему полудню он будет мертв. И его жена звонит пастору Артуру, говорит, пастор Артур, мой муж умирает. А он говорит, помолился, говорит, мне Бог говорит, что в это воскресенье он будет в собрании. А она говорит, вы не поняли. Мне доктор сказал, что он умрет. А он говорит, нет, ты не поняла. Ты выбираешь слушать Господа или ты выбираешь слушать врачей? Падай на колени, начинай молиться слава Господа. И благодари, что Бог исцеляет твоего мужа. И вы знаете, на следующий день моего свекра и свекровь забирают в больницу с коронавирусом. И в это же воскресенье мы видим этого человека, Иосифа. Он в церкви прославляет Бога. Его Бог полностью исцелил. Мои свекра и свекровь были в больнице целый месяц. Мы плакали, вся церковь молилась. Мы не прекратили молитву. Мы начали молитву 24 на 7. Я не знаю, я в жизни столько не молилась. Я молилась 2, 3, 4, 5 часов, 6 часов. Мы не знали, когда мы спали. Мы не знали, когда мы молились. Мы просто просили Господь, пусть они не вернутся. Вся церковь плакала. И потом, через 2 недели, Индию закрывают на полный локдаун. Люди сильно умирают. Чтобы дать вам понять, сколько людей умерло. В нашем городе от 300 до 600 человек в день умирало. Сейчас немножко цифры лучше. За последний месяц и неделю 300 старших епископов умерло в Индии. Это я говорю о епископах, которые имели больше 100 церквей. То есть это реально. И мы точно не знаем, какое количество пасторов умерло. То есть Индия реально страдает от этого вируса. И мы молились очень сильно. Были люди, которые постились 10 дней, 15 дней, 20 дней, 21 день. Вообще не ели ничего. Проходит 3 недели. Нам звонят из госпиталя и говорят, что моя свекровь умерла. Для нас это был большой удар. Просто чтобы сказать вам вкратце о моей свекрови, она вырастила 60 сирот. Она поддерживала 213 доф. Это на сегодняшний день. Когда мы открыли ее книги, мы увидели, что она очень много людей оплатила им обучение. То есть поддержала их обучение полностью. Она поддерживала детей и вдов. Больше тысячи семей она консультировала, что они собирались разводиться, но Бог через нее соединил их семьи, и они не развелись, но они остались вместе. И это был человек, который никогда не повысил голос ни на кого. Она воспитала 5 сыновей. Мой свекор, знаете, он из старой школы. Он постоянно служение, служение, служение. Семья всегда была Бог, служение, потом семья. Они как сейчас учат, что впереди семья. И его часто не было. Она растила сыновей, никогда не роптала, никогда не спорила с мужем. Всегда слушалась его. В то же время пастор Артур, он говорил, важно только духовное. А она говорила, нет, нужно образование детям дать. Все дети, все пятеро детей имеют высшее образование. Все пятеро детей на сегодняшний день служат как пастора в трех разных церквях. То есть это большой пример. Это человек, который я видела, который молился 3-4-5 часов в день, который читал Библию постоянно, на который я говорила, мама, почему вы, говорю, даете опять этому человеку деньги? Он же вас в прошлый раз обманул. Она говорит, Оксана, если мы можем помочь сегодня, если Господь нам дает такую возможность, а у них есть нужда, нужно помогать. И вы знаете, а я удивлялась, думаю, как? Они говорят, ну что? Она говорит, все, что может твоя рука делать доброго, делай, говорит. И вы знаете, она была большим примером для меня. И такой человек умирает. Мой свекор еще в больнице. И когда его должны были выписывать на следующий день, мы должны были сказать ему, что его жена умерла. И это была не просто жена, это была помощница, истинная помощница, которая поддерживала его. И мы боялись сказать. Прошел один день, мы не сказали. Мы боялись, что у него остановится сердце. Просто от такой новости. Он только перенес коронавирус. Но когда уже пришел последний день, на следующий день должны были закрыть Индию на строгий локдаун. Нельзя выходить из дома со следующего дня. Мы подумали, надо срочно сказать и сделать похороны. Иначе мы не сможем ее похоронить вообще. И мы сказали ему. Он молчал пять минут. И потом слезы потекли из его глаз. Вы знаете, был похорон. И мы думали, что же он скажет на похоронах. Собрались люди. Милиция сказала, мы привезли ее тело в церковь. Милиция сказала, если через 20 минут вы не уберетесь, мы побьем вас палками. Мы не разрешаем никому приходить. И убирайтесь вон отсюда. И вы знаете, у нас и так такое горе. Еще милиция стоит тут со своими палками. И я думала, что же он скажет. Вы знаете, когда он подошел, он взял микрофон. Было где-то 300-400 человек. Потому что нельзя было уже перемещаться. Везде милиция была. Они выгнали где-то 500 человек из нашей церкви. И он вышел и сказал. Вся слава, вся честь, вся хвала всемогущему, любящему Богу. Он говорит, я благодарю Господа, который дал мне 50 лет с моей женой. В этом месяце должна была быть годовщина, 50 лет их не свадьбы. Я благодарю Господа, что он дал мне возможность. 50 лет, что моя жена помогала мне. Он благословил меня очень сильно. Он сказал каждому в церкви. Если вы проходите испытания, не оставляйте Бога. Если вы проходите испытания, не оставляйте церкви. Если у вас трудности, если даже я потерял свою жену. Говорит, это не значит, что я должен отчаяться и все бросить. Нет. Все равно Господня сила есть здесь с нами. Все равно Иисус умер за нас на кресте. И он говорит, моя жена сейчас дома с Господом. А нам, говорит, еще предстоит путь. Нам нужно дойти до рая. Нам нужно тяжело трудиться. Нам нужно быть истинными верующими. И вы знаете, я знала, это не он говорил. Я знала, это говорил Дух Святой. И это было нам всем большим подкреплением. Он очень много нам говорил. Он еще говорил 20 минут о любви Христа, о его крови, о его жертве. И сейчас уже еще у нас все закрыто. Но мы ждем, что вот-вот все откроют. И мы готовы трудиться для Господа. Я очень попрошу. Мой свекор сказал. Пастор Артур сказал. Оксана, везде, где ты будешь, везде, где ты встретишь Божьих людей, попроси, чтобы Божьи люди молились за меня. Так что я очень прошу вас, Божьи люди, молитесь за него. Сейчас все служения, которые делала моя свекровь, это 15 сирот, это 213 дов, они переходят на меня. И мне очень нужна молитвенная поддержка. Я, честно, не знаю, как она это делала. Я не знаю, потому что у каждой вдовы есть своя история. Вы знаете, я веду по пятницам женское служение. И на женском служении вот пришла женщина за неделю до того, как я сюда приехала, и говорит, Оксана, меня сын бьет. И она мне показала, у нее здесь удар, здесь кровь, у нее руки все побиты. И вы знаете, что я ей могу сказать? Иди в милицию, ее сын выгонит завтра на улицу. И я сильно молилась и сильно плакала. И такие жизни в Индии у людей, у очень многих. И вы знаете, нужна сила, сила Господа, чтобы Господь менял там людей, чтобы Господь менял мышление, чтобы люди каялись. Все равно Господь меняет. Мы видим, у нас в церкви водное крещение каждый месяц имеем. Мы видим, что Господь действует. Но я вас прошу, молитесь о пробуждении в Индии. Сейчас Индия очень сильно страдает. Кроме коронавируса еще какой-то black fungus, yellow fungus, white fungus. Еще наводнение пришло на прошлой неделе. Сейчас сезон дождей начинается, будет больше и больше наводнений. Прошу, молитесь, чтобы Бог помиловал народ Индии. Мы также имеем преследование, мы также имеем много чудес. Вы знаете, меня спрашивают, почему в Индии много чудес. Знаете, во-первых, люди молятся. Люди стоят на молитву, наши вдовы, когда у нас пост и молитва, 3-4 часа на коленях стоят. Я постою 20-30 минут, я не могу, я встаю с колен, я похожу, я стою просто. Они стоят, молятся. И большая сила, большая сила, присутствие Господне очень сильно сходит. Такое присутствие просто. И еще, знаете, конечно же, как здесь есть комфорт. А там так, заболел, денег нету. Если Бог не исцелит, то доктор не поможет, просто умрешь. И у людей Иисус последняя надежда. Они приходят в церковь, потому что если не Иисус, то никто. Они просто умрут. Сегодня мне сестричка напомнила, она говорит, «Я слышала твое свидетельство, расскажи о крови Иисуса Христа». Вы знаете, очень удивительная вещь, которую я услышала в Индии, это учение о крови Иисуса Христа. Вы знаете, как важно? Мы принимаем хлебопреломление, и мы иногда не осознаем, какую силу кровь Христа имеет. Кровь Христа имеет огромную силу. И я узнала, что у нас во время хлебопреломления люди без молитвы, без ничего получают исцеление. И потому что Иисус умер за нас на кресте, мы это все знаем, и когда мы принимаем хлеб и кровь, то это имеет большую силу. Хочу рассказать одно свидетельство просто. Были муж и жена. Жена пришла в церковь, покаялась. Муж неверующий. И муж сильно ее избивал, когда она ходила в собрание. Они не бедная семья, они живут в среднем. И муж ей говорит, «Сегодня ты в церковь не идешь, меня достала». Он ее заранее уже избил. Она говорит, «Я могу все дни пропустить, но только не сегодня». Почему? «Сегодня хлебопреломление». Он говорит, «А что такое хлебопреломление?» Она говорит, «Это когда мы берем хлеб, и он становится плотью, и когда мы берем виноградный сок, и он становится кровью Иисуса Христа». Он говорит, «Хорошо, иди в церковь, принеси мне эту кровь и плоть. Я хочу проверить, что это такое». И она не могла принести виноградный сок, потому что у нас в рот льют, поэтому она не могла принести, но она принесла кусочек хлеба. И он говорит, «Смотри, я сейчас несу этот хлеб в лабораторию, и если это не плоть, ты завтра будешь мертва». В лаборатории они сказали, что займет 24 часа сделать тест. А он говорит, «Иди молись своему Иисусу, у тебя последние 24 часа осталось». На следующий день пришел тест, и он видел, что это кусочек хлеба, то есть он дал хлеб, он видел это. И пришел тест на следующий день, и тест говорит, «Это настоящая человеческая плоть». Он упал на колени и покаялся. Слава нашему Господу. Конечно же, мы не вкушаем человеческую плоть, мы берем по вере, что это плоть Христа, и мы берем по вере, что это кровь Христа. Но осознаем ли мы, какую силу имеет кровь Христа? В крови исцеление, в крови обновление, в крови большая сила. Я вас ободряю в следующий раз, когда вы принимаете хлебопреломление. Имейте вы недух, имейте вы анкзайти, тревогу, переживание. Скажите, Господь, это твоя кровь, твоя плоть, я присоединяюсь к тебе. Ты сейчас очистишь, осветишь меня, ты обновишь меня, ты исцелишь меня. И верьте, что так будет. Потому что много людей в нашей церкви получают исцеление, просто принимая хлебопреломление. Осознаем ли мы, какую силу нам Господь дал быть приобщенным к Его крови и к Его плоти? Я не знаю, сколько у меня времени есть еще. Да, хорошо. Я вам расскажу еще парочку свидетельств. Хотела бы поделиться с вами пару свидетельств. У нас есть такая девочка, ну, она уже девушка, Дэви. Дэви. И она учитель воскресной школы. Я занимаюсь воскресной школой. У меня есть 14 учителей, которые учат детей в трущобах. И я сидела с учителями и говорю, слушайте, расскажите мне, пожалуйста, почему вы пришли именно в это, почему Бог призвал вас в это служение. И сестра Дэви рассказывает, она говорит, она узнала о Боге, и она дала Богу такое знамение. Бог, если ты есть, я хочу, чтобы моя мама, которая алкоголичка, перестала пить. В этот же день ее мама перестает пить. Но она не кается. Ее мама начинает ходить в церковь, и мама уже молится за нее, сильно молилась. И говорит, Дэви, ну приди в церковь, приди в церковь. Она говорит, я обижена на всех, потому что она вышла замуж, и узнала, она забеременела. И она узнала, что она вторая жена, что у ее мужа уже есть. Она, конечно же, оставила мужа, и она была одна. И она была обижена. Она говорит, я никому ничего плохого не сделала, и у меня такая ситуация. И она очень сильно горевала из-за этого. Она сама растит дочку, у мужа другая семья. И она очень печалилась. Один день ее мама приходит и говорит, слушай, Дэви, а почему, говорит, ну почему моя внучка сильно долго спит, лицом вниз? Что случилось? Она подошла и прикоснулась с ней, и ее ударило током. Она увидела, что ребенок лежит лицом вниз, а ее дочка, дочка Дэви, была мертва. Она порожнилась под себя. И это Дэви, она схватила свою дочку, и она говорит, Иисус, если ты есть, если ты живой Бог, если ты воскресишь мою дочку, я буду служить тебе, я обещаю тебе, я буду на каждой молитве, я буду во всяком служении, любое служение, я буду там, я буду служить тебе, я обещаю ей сменю свою жизнь. Вдруг ее девочка очнулась и говорит, мама, почему ты плачешь? И вы знаете, это была большая радость. Господь воскресил ее из мертвых. Слава нашему Господу. И с того момента она на каждом служении, на каждом посте и молитве. У нас есть служение в церкви каждый день. И она на всех-всех служениях, она первая приходит и последняя уходит. Она всегда убирает, подметает церковь, и она первая, чтобы кому-то что-то послужить. И ее девочке сейчас, наверное, лет 7. И просто Господь очень сильно, таких свидетельств много, так что поделюсь с вами еще одним. Одна женщина, это было уже больше 20 лет назад свидетельство. Одна женщина, у нее рак всех органов, у нее отказывали все органы. И семья пришла в церковь. Сын, дочка, папа и вот жена. И они пришли в церковь и молились за свою маму, чтобы Бог ее исцелил. Они пошли уже в больницу, пришли в больницу, они говорят, она мертва. И ничего нельзя сделать. И вы знаете, они в то время не было такси, ничего такого, они взяли тело, папа на плечо положил, и они идут домой из больницы. И когда они проходили, они проходили мимо в церкви. А в тот день в церкви ночная молитва. А у нас так церковь, и сверху балкон. И те люди, которые быстро засыпают на ночной молитве, они на балкон туда идут, садятся, и они спят там. И они говорят, давайте зайдем на балкон и положим тело туда, чтобы люди как бы, ну, не все спят, они не поймут, что она умерла. И говорит, а сами помолимся, мы сегодня потеряли маму, дети говорят. И они положили ее на балкон сверху там, и сами возле нее молятся, плачут, Господь, мы потеряли, вот сегодня дорогого человека, мы только пришли в церковь. У нас в 5 утра, у нас дают хлеб и кофе, маленькое кофе. И когда всем раздавали кофе, то служитель пришел и дает кофе тоже всем там наверху. И когда подошли к этой женщине, ее разбудили, и она встала, ну, и хотели прийти мимо нее, она лежит, и она встала и говорит, а мне кофе. А ее муж и дети испугались, и давай бежать из церкви. А она за ними говорит, вы куда? Без молитвы, без ничего, Господь воскресил ее из мертвых. В больнице было уже свидетельство о смерти. То есть было подтверждено врачами, что она мертва. И потом она их догнала, она говорит, что вы от меня убегаете? Они говорят, ты была мертва несколько часов. И они пришли к пастору Артуру, говорят, пастор Артур, она была мертва, ее Бог воскресил из мертвых. Он говорит, верю, но идите принесите мне свидетельство о смерти из госпиталя. Они дождались, это было 5 утра, потом 6, они дождались 8 часов утра, и они поехали и принесли свидетельство о смерти. Она была мертва, я не знаю, от 8 до 15 часов где-то. И то есть это свидетельство о смерти, оно еще есть, оно есть в архивах. Так что если вы в нашей церкви, в Бангалоре, мы вам можем показать. Господь воскресил из мертвых на служении пастора Артура 8 человек. Пять из них подтверждены документом, то есть люди были мертвы, и они живы. Также я хотела еще об одной женщине рассказать. Она работала на рынке, у нас сразу же возле церкви, у нас базар. И она перебирала помидоры, и у нее был сыночек. И она прям жила в этих траках. Она перебирает помидоры с одного трака в другой, и дальше, и дальше, и дальше. И так они, вот тот трак, который они перебрали, он до утра стоит, то они спали. Ее сын сильно заболевает, и сын так болеет, что температура, температура, она лечила народными средствами, как знала, и тут вдруг она приходит, а его тело холодное, он умер. Она прибежала к церкви, это было раннее утро, 4-5 утра, церковь закрыта. Она упала на колени и говорит, Иисус, я верю, что ты тот же Бог, который ты в церкви, ты и вне церкви. Я знаю, что ты воскрешал из мертвых. Воскреси моего сына. Она молилась над мертвым телом больше часа. Знаете, у меня есть вопрос, сколько бы я молилась над мертвым телом? Я, кстати, молилась за свою свекровь, чтобы она воскресла. Она не воскресла. Вот. Но я молилась минут 5. О, значит, Бог не воскрешает. Вот. И вы знаете, час, час. И ее сын вдруг испугался, она сильно кричала, и ее сын вдруг испугался и начал плакать и говорит, Мама, что случилось? И Бог оживил ее сына. Слава нашему Господу. И никто не молился, не было служителей. Просто вот вера этой женщины. Нету лекарств, нету докторов. Она не может побежать в больницу. Просто есть она и Бог. И вы знаете, это свидетельство уже больше 20 лет. И на тот момент, я не знаю, мальчику было сколько лет, но на сегодняшний день он является пастором. Она его посвятила на служение, и он начал церковь, и он пастор в церкви. Так что Господь творит удивительные чудеса. Так, вы говорите, сколько у меня там времени? Вы скажите мне, 10, 15? Хорошо, хорошо. Хотела бы также еще поделиться о детях. Я работаю с детьми, как я уже сказала. Я очень люблю благовествовать детям. Вы знаете, вот я вам рассказываю свидетельство. Сколько из вас поверили? Многие говорят, да, не может быть, такое вот это происходит. Знаете, а когда детям рассказываешь, они верят. Мы проповедуем Евангелие в разных школах, и мы говорим детям об Иисусе Христе. И были одни, девочка и мальчик, и они сильно полюбили Господа. Девочке 5 лет. Ее папа пришел и начал орать. Вы промыли моему ребенку мозги, она говорит нам об Иисусе. А мы говорим, ну что, что мы можем сделать? Он говорит, я убью вас, если она мне еще раз скажет об Иисусе. Этой девочке 5 лет, и ее брат немножко постарше. То отец сказал, каждое утро вы должны становиться перед идолом в 5 утра и стоять час на коленях перед идолом и благоставлять, молиться только этому идолу. И вы знаете, эти дети, они маленькие, они не имели другого выбора. Они становились на колени. Они взяли маленькую бумажечку и написали Иисус Господь. Только Иисус достоин славы. Победа в крови Иисуса Христа. Они свернули эту бумажечку, поставили сзади идола. И каждый день, становясь на колени, они молились. Иисус, мы молимся только тебе, не этому идолу. Но мы такие маленькие. Мы не можем ничего сделать. Наш папа сильно нас бьет, когда мы молимся тебе. Но мы молимся только тебе. И каждый день по часу они становились и молимся Иисусу. В это время заболевает в их семье их тетя. И когда они использовали все возможные методы больницы и в разные храмы походили свои идольские, она умирает и у нее рак. И дети говорят, мы были в той церкви, Грейс Госпоучерч, и там Бог исцеляет. Давайте попробуем. Они приходят в церковь и Господь ее полностью исцеляет. Эта семья полностью приходит к Господу. То есть сейчас они в нашей церкви. Через детей Господь привел их всех. Мы очень любим раздавать Евангелие. И брат Миша помогает нам раздавать Евангелие в Индии. Мы были в одной школе, там 850 деток, у нас было 350 Евангелий, мы раздали в старшую школу Евангелие. И вы знаете, мы также лагерь проводили, было 10 дней лагеря, и мы рассказали об Иисусе, что Он может исцелять. Мы рассказали историю, как Он исцелил слепого. И мы говорим, дети, если у вас есть больные, идите и молитесь, Бог может исцелять. Что произошло дальше? Прошло 3 месяца, я прихожу в эту школу. Я говорю, дети, кто читает Евангелие? Кто читает Евангелие? 70% людей подняло руки. Представляете, они Библию читают. Неверующие дети, дети идола поклонников, дети мусульман. Я говорю, а кто читает Библию каждую неделю? 50% подняло руки. А говорю, а кто читает Библию каждый день? 30% детей подняло руки. Я говорю, о Господь, прости нас, иногда мы, имея Евангелие, доступ к Нему, не читаем каждый день, а эти дети читают каждый день. Я спросила, у кого есть свидетельства? Одна девочка начала сильно рыдать, и она встала и рассказывала через слезы. Она говорит, я пришла домой, а у меня у дедушки катаракта на оба глаза. И она говорит, дедушка, я сегодня слышала историю, Иисус исцелил слепого. И я знаю, что Иисус истинный Бог. Давай я помолюсь за тебя. Он говорит, ну слушай, помолись Богу корове или там Богу змея. Это наши боги, а это иностранный Бог. Она говорит, дедушка, мы бедны, у нас ничего нет. Ты стар, у тебя катаракта, мы живем в трущобах, ты так умрешь слепым. Дай я попробую. Он говорит, ну молись. Она положила свои руки на его глаза и говорит, Иисус, я твое дитя, я только приняла тебя в свое сердце. Прошу тебя, исцели моего дедушку. И дедушка начал кричать, я вижу, я вижу, я вижу. И они пошли в церковь, там рядом с ними, и он принял Иисуса Христа. Так что, слава нашему Господу, через этого ребенка, через вот ее веру, она, дочка идолопоклонников, только приняла Иисуса. Но вы знаете, дети, они верят. Поэтому я ободряю вас. Просто делитесь верой со своими детьми. Не просто какими-то правилами, не просто какими-то законами, а именно верой. Именно чтобы дети видели, как вы проживаете свою веру, чтобы дети видели, как вы молитесь, чтобы дети видели, как вы поступаете. А не так, что законы есть, мы поступаем, как хотим, а детям нужно поступать, как мы скажем. Вот. Так что, бодрствуйте. И хотела бы рассказать, как я только приехала в Индию. Я знала, что мой муж пастор, я знала, что у нас в церкви исцеление, но очень мало видела. Мой сын, у нас две комфорки, и мы поставили еще одну комфорку на пол, чтобы варить рис, и мой сын, он всунул свою руку в варящийся рис, и у него ожоги второй степени, все покрылось такими баблс, и через два дня мы должны ехать в Непал. Это была моя первая евангелизация, на которую я должна была ехать. И мы позвонили одному доктору, моего мужа, друг там в Германии, и он говорит, не едьте. Говорит, сколько до ближайшей больницы от места евангелизации? Мы позвонили пастору, сколько? Восемь часов. И он говорит, не едьте, потому что может быть заражение. Мы встали на колени, говорим, Господь, что делать? Господь говорит, ехать. Вы знаете, мы нанесли ему лекарство, одели ему рукавичку и едем в Непал. Мы летели на самолете, мы ехали восемь часов в Непал, мы ехали восемь часов из Непала в этот город, по Непалу, по джунглям. Нужно было закрывать стекла, чтобы гепард не не скушал тебя, потому что очень опасно. Сказали, вечером после восьми часов закрывайте стекла и едьте быстро. Ни в коем случае не останавливайтесь ни в туалет, ни никуда, потому что вас скушает гепард. Все серьезно. Вот. И когда мы добрались до того места, нужно было еще идти пешком, наверное часа два мы шли пешком, а перед этим еще два часа мы ехали на тракторе, потом еще мы два часа и шли пешком, потом еще переходили три речки вброд и еще одну переплывали на плоту. И в итоге мы добрались до этого места. Я вам расскажу, что люди ехали полностью с покунками, большими покунками, они везли палатку. Палатка была огромная, очень много людей ехало. И вы знаете, когда мы приехали на это место, я вам расскажу, что я вижу. Итак, село, это Непальское село, хаты глиняные, с одной стороны я вижу речку, с другой стороны я вижу лес, впереди поле, сколько можно видеть, ну и село, вот эти глиняные хаты, они строят палатку. Первый день мы приехали, они строят, второй день, смотрю, палатка растет. Выстроили палатку на 10 тысяч людей. Я говорю, откуда люди возьмутся в этом селе? Ну мы реально в такую глушь заехали, на 10 тысяч палатка, ну думаю вообще. Вот. Прошел день, второй день, они достроили все, установили, установили такую платформу, чтобы проповедники проповедовали. Вы знаете, люди начали сходиться, через речку переходить, вброд, ну она такая была, вот примерно подсюда. Люди начали на голове, несли свои покунки, так переходили, из лесу выходить, не знаю, откуда столько людей взялось. В итоге было заполнено пол палатки, где-то 3-4-5 тысяч, я точно не могу сказать. И вы знаете, пришел первый день евангелизации, мой муж вышел проповедовать и говорит, сегодня Бог будет исцелять слепые глаза, сегодня Бог будет открывать глухие уши. Я с Песятнической церкви, с Херсона, с братства Паночка, ну я знаю, что Бог исцеляет, конечно, но вот чтоб так Бог открывал и прямо исцелял, ну да, да, Боже, веруй, ну что, да помоги моему, не верю. И мой муж молится, 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 там за рак, за все, а потом, когда он помолился, он говорит, у кого есть свидетельство, если вы почувствовали, что вас Бог исцелил прямо сейчас, выходите наперед. И люди просто бежали свидетельствовать. И одна девочка пришла и она сказала, что она была слепа, и у нее не было одного глазного яблока, ей Бог восстановил полностью глазное яблоко. И она кричала, что она видит, и позвали ее маму, она свидетельствовала. Потом вышла другая женщина, и она свидетельствовала, что она не слышала 15 лет. 15 лет она не могла слышать, и сегодня она может слышать. Но мой муж проверил ее слух с одной стороны, с другой, как бы там что-то говорил. А потом произошло еще одно удивительное чудо после всех этих свидетельств. Мой муж сказал, из чего села эта девочка? Правда ли она была слепа? Поднимите руку, если вы знали, что она была слепа. И люди подняли руки. А из чего села эта женщина? И поднимите руку, если вы знали, что она была глуха, они подняли руки. И он сказал, верите ли вы, что только Иисус Христос, который истинный Господь мог сотворить это чудо? И все люди кричали, да, хотите ли вы покаяться и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? И люди начали бежать наперед. И вы знаете, это было удивительно. Наверное, больше тысячи людей в тот день покаялось и приняло Иисуса. И я не знаю, сколько, тысяча, две, я даже не могла посчитать, просто очень много народу было. И это самое большое чудо, когда люди принимают Иисус Аминь. Все исцеления, все важно, но когда кается одна душа, весь рай празднует, они все радуются. И вы знаете, на следующий день палатка была заполнена, где-то 7 тысяч было. Потом было 10 тысяч, и уже справа и слева от палатки и сзади было очень много людей и не было места. И вы знаете, я очень сильно благодарила Господа. Во-первых, что я доверилась со своим сыном, с его ожогом, что мы поехали. Вы знаете, когда мы ехали на плоту, то плод сильно шатало, и он такой открытый. И я, мой муж держал сына у себя на плечах. Этот плод шатает, когда мы переплывали речку. И я думаю, так, муж не умеет плавать, а плод так уже так, так уже, двоих парней скинули воду, потому что, ну, потому что плод перевешивал. У нас сильно много было лагич. И двоих парней скинули воду молодых, чтобы они, они плывут, они хорошо плавают. И я думаю, если мы сейчас тонем, то так, я сына беру, а кто мужа мой, его спасет, он плавать не умеет. Вот, но вы знаете, Господь помиловал, мы доплыли, вот, евангелизировали. Я благодарила Господа. Это было первый раз в моей жизни, что я видела чудеса на своих глазах, что вот прям передо мной Господь сделал чудо. Потому что многие чудеса, которые я рассказала, были много лет назад, многие уже при мне, но это было первое, что прям на моих глазах, за пять минут произошло такое исцеление. И я говорю, Господь, спасибо Тебе, что я могла быть частью Твоей славы, видеть вот эти исцеления. А потом, через еще какое-то время, было еще одно чудо. Знаете, какое? Когда закончилась эта евангелизация, то потом, через где-то три-четыре месяца, было водное крещение. И было водное крещение по разным селам, и принимало водное крещение в разных-разных местах, за раз по 300-400 людей. Слава нашему Господу. И организовались церкви, и там сейчас в Непале 17 церквей, там поставлены пастора. И то есть, это не такая евангелизация, что люди попроповедовали, ушли, и там умирай, христианин, что хочешь делай. Это такая организация, где все организовано, людей ведут к пасторам, и это дело растет. И вы знаете, Господь такой удивительный. Друзья, хочу ободрить всех вас. Вы живете в Америке, но я знаю, у вас есть свои испытания. Я хочу ободрить вас, что Бог вас не оставил. Возможно, вы, как я, потеряли кого-то близкого. Я хочу напомнить, Господь вас не оставил. Возможно, вы проходите, у вас у каждого свои испытания, у вас свои вызовы в жизни. Господь вас не оставил. Если Он нас ведет в Индии, Он также сегодня ведет вас здесь. И просто доверяйте Господу, просто благодарите Его за то, что Он такой всемогущий. Бог все может сделать. И даже если вы прошли какие-то испытания, не оставляйте Господа, еще ближе подойдите Господу, молитесь Ему. Еще больше воздавайте Ему славу за все, что имеете, а что не имеете, да восполнит Господь ваши нужды. Пусть Бог вас благоставит. Я прошу вас молиться об Индии. Я прошу вас вспоминать обо мне, если вы вспомните Оксану из Индии. Моего мужа зовут Морис. И наших детей, и нашу семью, прошу, молитесь. Молитесь о народе Индии, чтобы Бог помиловал, потому что сейчас очень сильно и вирус, и вот эти все фангус, грибок какой-то сейчас появился, много людей умирает. Чтобы Бог просто помиловал. Молитесь, чтобы этот локдаун закончился, чтобы они открыли все, потому что сейчас все закрыто, магазины закрыты, то скоро люди начнут умирать с голоду. Магазины закрыты, некогда купить еду. И вы знаете, я приехала в Америку, и я сильно много кушала первые три дня. И мне говорят, ну что ты, ну пойди купи себе что-то. А у меня одно яблочко лежит, и я думаю, как его разрезать деткам, чтобы дать по кусочку каждому, знаете. И нет возможности купить. Мусульманский рынок работает, полиция боится мусульман, потому что мусульманы их могут побить. То можно встать в 5 утра, и у меня свекор только выписался в больницу, и мы отправляли туда одного гонца в 5 утра, чтобы он привез хоть что-нибудь, хоть какую-то еду. Так что вот такая ситуация в Индии. Смотрите, я говорю за свой штат, город Бангалор, штат Карнатека. В других штатах может быть другая ситуация, и вы можете получить другую информацию, но в интернете вы можете все посмотреть. Так что молитесь, пожалуйста. Молитесь, чтобы Бог нас помиловал. Мы сейчас должны покупать церковь, и после локдауна, как только он откроется, мы покупаем церковь. Молитесь, чтобы мы могли купить церковь, и мы верим, что молитесь, чтобы у нас такое было пробуждение, ну, чтобы хотя бы, ну, хотя бы 100 тысяч было у нас в церкви, это даже одного процента нашего города не будет, то есть это совсем мало. То есть, когда вы понимаете 100 тысяч, это совсем мало. Молитесь, чтобы через нашу церковь Бог принес пробуждение в наш город, чтобы все 12 миллионов покаялись, и весь наш штат, 45 миллионов покаялся. Молитесь, пожалуйста, и да благословит вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok